давайте обсудим вопросы что же такое лекарство и лекарств на самом деле очень много но важно обратить внимание сейчас на эту речь что лечение водой это самое традиционное лекарство вода самое традиционное лекарство то есть это не открытие какой-то сегодняшнего дня и если мы это вот прочувствуем то мы поймем что из покровников люди лечились водичкой они просто брали воду и лечились водой посмотрите даже отвар приготовить из трав это гораздо сложнее во-первых мало того что ее надо пойти собрать и так далее воду тоже надо пойти взять но этот травой с этой надо ее сушить и все проще то есть гораздо сложнее традиционно человечество лечилось водой это не мое открытие это самое традиционное то что сейчас фармакопея допустим развивается очень сильно то это веление времени буквально ну может быть лет тридцать как это интенсивно так вот мы видим как на наши глаза и так далее ну не более интенсивность не более тридцати лет а вода это века 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 веке народная мудрость говорит что доктор лечит своим благочестием то есть это очень важно понять вот докторам будет здесь я думаю что очень многие люди могут лечить водой и разница будет только вот в этом вот слове благочестие я могу рассказать свой случай свой случай то есть меня спрашивают а вот как действует эта вода или это было где-то лет десять назад так случилось что я вот уже на протяжении на шести лет шести лет я страдал аллергией просто вот сенная лихорадка вот эта ну так называемая знаете когда очень сильное раздражение вызывает пыльца цветочная пыльца дошло до того что я вот как обычно жил на идее того что можно антикистаминными средствами там пользоваться и так далее пользоваться ими а потом уже пришло такое состояние когда я понял что они не помогают ни одно там не чередование их не там использование в комбинациях вот а просто уже надо было просто взять гормон гормон гормональный препарат и пользоваться им потому что просто невыносимо и я помню что у меня был такой вот тяжелый выбор а накануне до этого я просто экспериментировал с водой и я решил попробую водичкой зарядить ее на излечение от этой проблемы и поскольку меня никто не учил в то время то я просто поставил где-то в течение недели пил эту воду я уже забыл прошло время я когда отвлекся вот я не знал как интерпретировать как отслеживать результат ну нет было такого навыка понимаете я просто вот попил воду которую предотвел себе и пришло время я помню я заказывал этот гормон мне там аптеке его заказали и привезли значит я иду его покупать и вдруг я чувствую что в этот день когда я иду его покупать мне легче у меня нет вот этих проблем то есть вот это рези в глазах вот это чихание когда не остановишься и другие все симптомы и получилось так что я вдруг осознал что это вода вот в этот момент что это вода и я тогда на стол и отказываюсь от этого гормона то есть это была такая очень яркая такая проявленная вещь за полгода я вообще забыл вот за все эти вот проблемы что называется на ощупь зарядил на ощупь то есть я еще не знал как с этим правильно пользоваться и так далее еще раз говорю доктор лечит своим благочестием то есть благочестием оно без аскезы не бывает если кто не понимает эти вещи то не ходите в доктора также я вспоминаю случай алкоголизма первый случай алкоголизма который с которым я столкнулся вот когда я начал лечить водой ко мне обратилась одна глава администрации это тоже было 10 лет назад и как раз у меня эксперименты с водой они были такие очень активные в этот момент и она хлопотала по поводу своего сына уже взрослого такого сына который имел свою семью но вот это тут бич как во многих семьях это алкоголизм и мы пришли к выводу что она будет подливать эту воду ему потому что он сам не захочет ее пить он как бы наотрез он не считал себя алкоголиком и это тоже проблема такой вот обусловленности этой болезни вот и я вдохновился помочь принес эту воду и каково было мое изумление когда где-то через месяц она говорит Сергей Николаевич смотрите и показывает мне своего сына который значит за рулем там машина он ее возит он говорит он мой личный водитель за месяц произошли такие события которые это был первый случай когда вот я столкнулся с таким эффектом когда я уже стал говорить об информационной воде ко мне вдруг обратилась одна учительница интересный тоже случай я понял что с помощью воды можно лечить не только насморк там или аллергии в моем случае ко мне обратилась одна учительница учительница младших классов такая замечательная женщина Татьяна ее зовут я помню очень хорошо такая дочка Машенька которая должна была пойти в школу но ей поставили такую вот ужасный диагноз как лейкемия она какая-то такая женщина мудрая от жизни знаете вот она сразу говорит вот зарядите мне воду на это я говорю да я особо не ставил таких задач перед водой чтобы лечить такие серьезные заболевания вот сделайте пожалуйста и вот ее настойчивость такая я тогда подумал что ну давайте согласился согласился и и мне приятно сейчас ощущать что эта девочка здоровенькая сейчас ее сняли с учета с онкоучета там гематологи полностью исключают заболевания любые заболевания крови вот она очень хорошо учится сейчас вот уже уже такая стала большая девочка вот и Татьяна вместе со своей семьей с этой вот Машей они приезжали очень часто в общем в экспедиции вместе с нами участвовали тогда но интересные случаи бывают с рождения детей вот и получилось так что одна из преподавательниц моего сына тоже пришла и рассказала мне свою историю то есть она услышала что я вот занимаюсь водой или просто исследую воду что ли она говорит у меня проблема такая что что вот у меня родился один ребеночек родился а потом шесть раз беременность прерывается и это уже проблема и тогда я начал искать способ такой зарядки и зарядил водой и вот потом через где-то год она приносит ребёночка в колясочке это очень приятный такой был сюрприз это был первый такой мой опыт в плане того что водичка способна сохранять беременность и роды